МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ань Тарова, здравствуйте! С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Проект строительства школы в Индиге требует корректировки с повторным прохождением государственной экспертизы. Проект, который был утвержден в 2011 году и по которому велось строительство до сегодняшнего дня, оказался сырым. В нем не предусмотрены пожарные резервуары, септики, лифтовые шахты и, собственно, сам лифт, а также котельная стоимостью 10 миллионов рублей. Объект, который по плану должны были сдать в августе текущего года, сегодня попал под прицел главы региона Игоря Кошина. В Индиге побывала и наша съемочная группа. Мария Владимирова продолжит тему. Школа в Индиге из числа окружных долгостроев. Возведение объекта, который рассчитан на 150 учеников, началось в 2011 году. Фундамент построил один подрядчик. На смену ему в 2012-м пришел другой – компания «Леро». Они возвели металлоконструкцию, установили окна, утеплили и обшили здания. На сегодняшний день выполнены работы по электрике на 30%, канализация смонтирована на 100%. Смонтированы системы отопления, но она выполнена с отсутствием от правил. Выполнены и другие работы. Возведя объект под крышу, стало понятно – проект требует корректировки. В нем не предусмотрены пожарные резервуары, лифтовые шахты и, собственно, сам лифт. Сложности возникли и со строительством септиков. Школа построена на каменном утесе. По изысканиям указано, что здесь просто почва. Когда приступили к строительству, на самом деле здесь скальная порода. Есть очень много вопросов к проектировщику. Кроме того, для школы по проекту предусмотрена привозная вода. Но для этого в Индиге нет даже машины. Поэтому возить воду за полтора километра с вершины реки Щелиха просто-напросто не на чем. Мы год назад говорили о том, что много вещей не предусмотрено было проектом. И, соответственно, на тот момент, еще раз повторюсь, мы выражали, что для того, чтобы на тот момент, год назад, достроить надо было, необходимо 44 миллиона. То, что даже не предусмотрено проектом. Сейчас, если всю корректировку еще раз проводить, возможно, еще что-то. Компания, которая занималась составлением проекта школы в Индиге, отметил Роман Мазголин, за три года была на объекте только один раз. А по большей части объектов, которые у нас в начальщий день не завершены в срок, у нас есть заключение экспертизы. Ну, архангельская экспертиза. Даже ферма ввода такая же история. Уже есть заключение, которое было наделать подбольные, там, где у нас корольный год. Здесь такая же история. И практически по каждому проекту есть экспертиза. Как она делается, я не знаю. Сейчас в Индиге 81 ученик учится в интернате Доме культуры в сельском совете. В две смены с большим разрывом. Нет кабинета химии и физики. Физкультура проходит на улице и в Доме культуры. Чтобы наладить полноценный образовательный процесс, следовательно, введя объект в строй, по лучшим прогнозам понадобится больше года. Рациональное использование оленьих пастбищ, ответственность за перевыпас и социальная защищенность оленеводов и их семей. На заседании постоянной комиссии собрания депутатов по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользования рассмотрели проект закона об оленеводстве в Ненецком автономном округе. Один из вопросов, который предстоит решить с принятием документа, численность поголовья в частных и кооперативных хозяйствах. Сегодня в округе существует проблема перевыпаса пастбищ, что ведет к деградации земель сельскохозяйственного назначения. Профильный департамент предлагает установить норму по содержанию оленей, как в советское время. Каждый январь в хозяйствах считали количество голов, и если оно превышало норму, владелец платил штраф. Тут по такой же схеме пойдем. То есть, условно говоря, до 50 голов у тебя будет нулевая ставка, там от 50 до 100, там будет уже какая-то там 5-10 и более тысяч. И если там серьезное превышение, там в 10, в 20 или в 5-6 раз нормы, которая будет предусмотрена, скажем, 50 голов, а будет 200, да, то есть в 4 раза превышение, то, соответственно, там уже такая прогрессивная ставка оплаты за землю, за поголовье, которая должна стимулировать к тому, чтобы это поголовье снижалось. Также на заседании обсудили санитарное состояние убойных пунктов, обеспеченность оленеводов дровами и регулирование перехода стат с одного пастбища на другое. Главное – вместе! Под таким девизом прошел 6-й форум некоммерческих организаций в Ненецком округе. В культурно-деловом центре за одним столом собрались представители третьего сектора, органы государственной власти, общественной палаты и общественных советов. В этом году на форуме особое внимание было уделено вопросу вовлечения некоммерческого сектора в сферу оказания социальных услуг населению. С лучшими практиками и механизмами реализации данного направления поделилась одна из самых старейших организаций России – региональное отделение Всероссийского общества глухих Архангельской области. Мы одна из старейших организаций России, которая была разрешена в советское время создаваться. И, соответственно, у нас опыт достаточно большой в социальной сфере, в организации услуг, поэтому мы одни из первых вошли в реестр и были очень рады, что мы имеем возможность компенсировать те затраты, которые мы несли ранее, наказание этих услуг. Мы обсудили, какие барьеры стоят в НАУ, потому что сегодня в реестре были две организации, но пока нет механизма включения. Реестр можно войти и может быть всю жизнь в реестре, но не оказывать услуги и получать компенсацию. Чтобы получить компенсацию, необходимо дополнительные действия произвести. Переметь греевскую базу и иметь возможность заключить договор, соглашение с департаментом, с тем органом, который исполняет эти возможности. Но эти барьеры, по словам Николая Мякшина, можно преодолеть. Ведь в регионе к вопросу предоставления социальных услуг есть огромный интерес не только самих НКО, но и органов власти. Поэтому прошу всех здесь присутствующих руководителей наших департаментов ни в коем случае не замыкаться внутри округа. Смотрите опыт других субъектов, смотрите опыт наших соседей. Мы просто обязаны все самое лучшее, что сегодня уже придумано в стране, реализовывать на территории Нинско-автономного округа. Главная наша цель – это обеспечить предоставление социальных услуг для жителей нашего округа на очень высоком качественном уровне. А для этого необходимо создать на этом рынке здоровую конкурентную среду. И роль НКО здесь ключевая. Привлечение НКО в сферу оказания социальных услуг населению, по словам губернатора округа, позволит повысить эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на социальную сферу, и внедрить в практику новые подходы оказания помощи граждан. Все предложения, которые прозвучали на пленарном заседании 6-го форума некоммерческих организаций, вошли в итоговую резолюцию. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Оперативная помощь малому и среднему бизнесу. Бизнес-инкубатор начал прием заявок на конкурс по предоставлению льготной аренды помещений. На защите прав и интересов военнослужащих и призывников Комитет солдатских матерей России в Наринмаре отметил 25-летие. 25 лет помощи и содействия матерям Общероссийской организации Комитет солдатских матерей России в Наринмаре отмечает 25-летие. Общественная организация оказывает помощь призывникам, военнослужащим и членам их семей, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. На протяжении многих лет общество консультирует призывников и их родителей и проводит информационно-правовые занятия в учебных заведениях. Члены организации непременно входят в состав призывных комиссий и следят за соблюдением законности призыва. Общероссийская общественная организация Комитет солдатских матерей России была создана в апреле 1989 года. Идея защиты призывников и действующих солдат назрела довольно давно и в конце 80-х годов была сформулирована и получила очертания общественного движения солдатских матерей. Более 20 лет мы с вами работаем в этом важном для общества направлении. Каждый из нас, кто сегодня работает в этом движении, имеет свою определенную судьбу и одинаковую высокую гражданскую позицию. Слова признательности и благодарности прозвучали и от губернатора Игоря Кошина. Он также вручил медали к 25-летию Союза родителей военнослужащих России «Грамоты и цветы». Что должно было чувствовать материнское сердце, которое вырастило своего сына и отправить куда-то. И очень здорово, что вы 25 лет назад уже, получается, по сути, не просто читали газеты и сводки с боевых действий, а вы объединились и всей стране показали, что есть мать или неиск автономного округа, который из-за своих сыновей, как сказала Вера Сергеевна, наши сыновья должны служить нашей армии. Сегодня по всей России действует более 50 региональных отделений. Это без сомнения жизненно важные организации. Она давно заслужила всестороннее признание, заслуженный авторитет и уважение. Елена Семёнычева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Бизнес-инкубатор начинает прием заявок от будущих арендаторов. Представителей малого и среднего предпринимательства приглашают к участию в конкурсе льготной аренды офисных помещений. Комиссия определит победителей уже в середине декабря. Основные условия для участия в конкурсе – регистрация бизнеса на территории округа. Срок деятельности с момента государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в отборе должен составлять не более трех лет. Кроме того, должна отсутствовать задолженность по налогам. Критерии отбора победителей – социальная значимость и актуальность проекта для Ненецкого округа. Будут оцениваться конкурентное преимущество и финансовое обеспечение проектов. Заявки принимаются до 12 декабря. Подведение итогов запланировано на 15 декабря. Предлагаемые помещения от 6 до 30 квадратных метров. Они уже укомплектованы мебелью. Максимальный срок аренды – 3 года. В бизнес-инкубаторе будет оказана оперативная помощь начинающему и малому-среднему предпринимательству в решении юридических, финансовых и организационных вопросов в одном месте. В многофункциональных центрах округа заработает первое окно для бизнеса. С 1 декабря в МФС «Поселка Искателей» предпринимателям в режиме одного окна будут доступны 53 услуги. В том числе это услуги финансовых и страховых компаний, а также некоммерческих организаций. Бизнес-окно – новый формат предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг корпорации развития малого и среднего предпринимательства представителям бизнес-сообщества. В настоящее время в МФЦ округа предпринимателям оказывается достаточно большой спектр услуг. Проект предполагает в будущем расширение их количества, внедрение новых дополнительных сервисов. В Ненецком округе первый офис МФЦ был открыт в Наринмаре в конце 2013 года. В течение двух последующих лет заработали еще 19 офисов во всех муниципальных образованиях. Доля граждан, имеющих доступ к получению услуг по принципу одного окна по месту пребывания, в том числе в МФЦ, составляет 100%. Сегодня в МФЦ оказывают 180 видов услуг. Из них 58 федеральных, 97 региональных и 25 муниципальных. В прошлом году центрами было оказано более 24 тысяч услуг. За 10 месяцев 2016 года уже преодолен рубеж в 30 тысяч. В защиту ластоногих обитателей Арктики. В Ненецком округе в третий раз отметили День моржа. Экологический праздник объединил 18 сборных команд из детей и взрослых. 26 ноября по всей стране прошел тест по истории Отечества. Это часть федерального проекта «Каждый день горжусь Россией», который направлен на патриотическое воспитание жителей страны. На территории округа акция прошла в Неси, Нижней Пёше, Оксино, Оме, Телевиске, Харуте, Шойне, Харивере, Красном, Каратайке, Коткино и Амдерме. На одной из самых многочисленных площадок, где проверяли знания по истории на Ренмарции, побывала наша съемочная группа. В своих знаниях второкурсник Антон Притыка не сомневается. Каждую свободную минуту он уделяет любимому занятию – изучению истории своей родины. Для меня они были, нет, несложными. Я историю люблю, и мне нравится изучать ее. И хоть свою судьбу он хочет связать со спасением человеческих жизней, мечтает стать пожарным. Говорит, про историю все равно не забудет. Мне больше нравится профессия пожарного. Я сейчас на него учусь, и я хочу в будущем стать пожарным. Нравится помогать людям. В рамках проекта «Каждый день горжусь России» проведены два масштабных исторических тестирования в 2015 и в 2016 годах, участие в которых приняли более 320 тысяч человек из 33 стран. По предварительным подсчетам в нашем округе, желающих проверить свои знания, отважились более 500 человек. Мы рады, как депутаты, что молодежь интересует этот вопрос. Поэтому это одна из форм как раз объединения самоидентификации россиян как нации. И, как говорил Ключевский, только тот народ, который хорошо знает свою историю, достоин великого будущего. Задания теста разрабатываются профессиональными историками из Московского государственного университета имени Ломоносова. Каждый из составителей имеет исследовательский опыт и опыт преподавания в образовательных организациях. Кроме того, задания можно было выполнить онлайн. Тест можно пройти на сайте в сети интернет, сайт kdgr.rf. Тест сегодня проходит третий раз, я так понимаю. Тест включает в себя 40 вопросов, 40 минут дается на ответы по этому тесту. И цель ориентирована у нас на популяризацию патриотического воспитания среди населений нашего округа и в целом вообще России. По результатам проведения теста будет сформирован аналитический отчет, в рамках которого будет дана оценка уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации и Нарьин Марса в частности. Результаты всероссийской акции станут известны 10 декабря. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Все внимание ластоногим! В 2008 году по инициативе Всемирного фонда защиты дикой природы и Совета по морским лекопитающим был учрежден День моржа. Праздник в честь крупнейших ластоногих животных, обитающих в северном полушарии нашей планеты, отмечают в ноябре не случайно. В последние дни осени моржи покидают арктическое побережье Чикотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения особенно уязвимыми и нуждающимися в защите. Уже в третий раз жителей округа привлекли к защите ластоногих и организовали для них экологический праздник – День моржа. Этот полюбившийся жителям Ненецкого округа экологический праздник собрал более 70 гостей. Как отметили организаторы мероприятия, интерес ко Дню моржа с каждым годом растет. Мероприятие проводится с 2014 года. Третий раз, получается, проводится мероприятие. И участников год от года становится больше. Получается, первый год мы видели 7 команд, в прошлом году мы видели 15 команд, в этом году уже 18. Все 18 семей сразились в конкурсе «Мой ребенок – моржонок». Среди тех, кто первым справился со всеми конкурсными заданиями – спортивными, интеллектуальными и творческими – команда «Заполярные моржи». – Какой конкурс особенно запомнился? – Ну, наверное, самый первый, к которому мы готовились. Потому что этот конкурс – костюмы надо было придумать, моржонок. Это очень было сложно. Но несмотря на сложности, команде «Заполярные моржи» удалось успешно пройти все моржовые испытания. Они увезли домой главный приз – поездку на зимние каникулы в древний город Пустозерск. Еще один большой подарок, который увезли с праздника, достался Центру природопользования и охраны окружающей среды. Ключи от новой техники вручили в торжественной обстановке. Я с большой радостью, с надеждой на то, что не будет никаких конфликтов, проблем в отношении между человеком и белым медведем, моему дорогому коллеге, вместе с печалью и вместе с этим городом. Такой подарок для работы на проблемных территориях Центру природопользования привезли сотрудники Всемирного фонда дикой природы. Сегодня мы передаем технику «Снегоход и квадроцикл», приобретенную на средства компании «Кока-Кола» в рамках поддержки работ в Ненинском автономном округе по работе с разрешением конфликтов с белым медведем и человеком. Представители Всемирного фонда дикой природы надеются, что эта техника поможет защитить не только человека, но и хозяина тундры. Именно Всемирный фонд дикой природы России три года назад выступил инициатором праздника – День моржа. Цель праздника – привлечь внимание к вопросам охраны уязвимых обитателей Арктики.